МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках новогодних акций «Единая Россия» в регионе поздравила сотни воронежских детей, ребят, проживающих в ПВР, семьи мобилизованных и ветеранов. Партия провела утренники, театрализованные представления и праздничные концерты. Активное участие воронежские единороссы приняли в ежегодной всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Секретарь регионального отделения «Единой России» председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов исполнил мечты 13-летнего Ростислава из ДНР и подарил ему наушники, которые нужны мальчику для учебы. А также 11-летний Надя из Воронежа. Девочка воспитывается в многодетной семье и мечтала о наборе для рукоделия. Надя делает для своих родных украшения предметы одежды из бисера. Теперь у нее есть специальный набор для творчества. Также Владимир Нетесов поздравил с новогодними праздниками подопечных детского дома города Воронежа. Вместе с ним в гости к ребятам приехали руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Воронежской областной думы Марина Андричук и активисты молодой гвардии «Единой России». Парламентарии пообщались с педагогами и осмотрели образовательный комплекс. От регионального отделения «Единой России» и депутата Воронежской областной думы для ребят был приготовлен сюрприз – персональные новогодние подарки и развлекательное шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки. «Единая Россия» Поповым, который представил свой новый проект. Это учебный цех, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить новые рабочие специальности. Мы постарались реализовать новую технологию обучения, которая состоит из, по сути дела, двух этапов. Первый этап – это теоретический, благодаря которому человек может обучиться и взять всю теорию, причем не находясь здесь, а удаленно, потому что мы снимаем учебные фильмы специально адаптированные и для слабослышащих, и для слабовидящих и так далее. И уже когда он всю теорию удаленно изучает, удаленно сдает экзамены нашим наставникам, после этого мы его приглашаем к нам, и здесь он приезжает и в индивидуальном, по сути дела, порядке с нашими наставниками, получает навыки профессии, причем получает очень быстро. То есть 2-3 месяца мы готовим человека, и он уже выходит от нас работать на реальное промышленное предприятие. Александр Попов рассказал парламентарию, что обучение ведется по актуальным в настоящее время рабочим профессиям – 3D-печать, лазерная и плазменная резка, работа с фрезером и сваркой, лазерная гравировка. Также он поделился планами – это строительство рядом с производством модульной гостиницы, адаптированной для людей с УВЗ. Со своей стороны Евгений Ревенко отметил, что это крайне востребованный проект в текущих условиях и пообещал в ближайшее время обсудить с губернатором области перспективы его расширения и поддержки. В региональное отделение «Единой России» обратились активные жители села Углянец Верхнихавского района с просьбой помочь создать Центр серебряного волонтерства. В селе уже действует клуб по интересам для пожилых – команда молодости. В нем занимаются вязанием, вышиванием, есть свой хор. Но местные активисты хотели бы расширить свою деятельность и привлечь в клуб как можно больше пожилых жителей района. На обращение оперативно откликнулись члены партийного проекта «Старшее поколение», в рамках которого действует направление «Серебряные волонтеры» и организовали выездную встречу с жителями Углянца. Она прошла на площадке местного ДК. Сначала собравшимся рассказали о работе проекта «Единой России. Старшее поколение» и об активностях серебряных волонтеров. И выход из одиночества – это проявление своих способностей. Это стать самому активным и помочь стать активным другому человеку. Тем более зима, она как-то всегда определенную изоляцию предполагает. Но здесь есть масса дел, масса увлечений, масса активностей, которыми могут заниматься наши пожилые люди. И очень приятно от того, что на местах находятся активисты, инициативу проявляют. И мы с удовольствием на эту инициативу откликнемся, приедем, покажем, что мы умеем, может быть, чему-то научимся у них. Для местных пожилых жителей воронежские серебряные волонтеры организовали мастер-классы и поделились наработанным опытом. Все желающие могли заняться песочной анимацией, рисованием, изготовлением цветов из ниток, поиграть в настольные игры, проверить свое здоровье и заняться скандинавской ходьбой. Также пожилые активисты рассказали, как организовать кружок, на что необходимо обратить внимание при планировании занятий. Когда одолевают невзгоды и болезни, ты уходишь, становишься сам себе не рад. А когда ты встречаешься вот с такими людьми, с интересами, всю жизнь познаешь что-то новое, настало время, когда мы можем позволить тебе очень много узнать что-то, то, что мы когда-то не узнали, познать мир, познать друзей, познать все, что вокруг нас происходит. В дальнейшем местным жителям воронежские серебряные волонтеры будут оказывать необходимую консультативную помощь, проводить выездные мастер-классы. Также все желающие смогут вступить в ряды серебряных волонтеров. В режиме информационного агентства работает сайт регионального отделения партии «Единая Россия» воронеж.ер.ру. Здесь вы ежедневно найдете самые свежие новости из жизни города, региона, страны. Основные задачи по программе социальной газификации, которую инициировала «Единая Россия» на 2022 год, выполнены. По программе заключено 724 тысячи договоров и принято 790 тысяч заявок по всей стране. В 2023 году темпы социальной газификации будут увеличены. Об этом речь шла на совещании по реализации программы. Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с Министерством обороны, заявил руководитель парламентской координационной группы по вопросам СВО секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Единая Россия» проводит всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России». Конкурс направлен на выявление лучших практик благоустройства городской среды. Все подробности на сайте конкурса. Кроме того, на сайте вы найдете консультации специалистов по самым актуальным вопросам граждан. Графики приема депутатов – архив нашей программы. Путешествуя по сети интернет, заходите в воронеж.ер.ру. Продолжение следует...